МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости ТВК. Вечерний выпуск. Здравствуйте, я Ольга Тепляшина. Сегодня пятница, 26 марта. Новости ТВК. Главное к этому часу. Там мужиков одному вообще ноги, по-моему, оторвало. ЧП в Северном. В час пик. Строительный кран рухнул на проезжую часть. Есть пострадавшие. Машины восстановлению не подлежат. По самые уши. Реки на дорогах и дождь с потолка в квартирах. Красноярск тонет в грязи. То ли еще будет. Этот проект был поддержан и председателем правительства, и председателем партии. Тысяча участников и 200 журналистов. Подготовка к съезду Единой России. Что в Красноярске ждут от Владимира Путина? Для тех, кому за. На подиуме пенсионеры. Что предлагают дизайнеры модникам элегантного возраста? Мы начинаем выпуск с чрезвычайного происшествия. Сегодня днем на улице 9 мая прямо на проезжую часть рухнул строительный кран. На оживленном перекрестке загорелся красный сигнал светофора. Автомобили остановились. И именно в этот момент тяжелый кран высотой 40 метров рухнул на машины и людей. Несколько человек получили серьезные травмы. Девять автомобилей восстановлению не подлежат. С места событий репортаж Александра Стешакова. Машиниста крана в тяжелом состоянии уводят в больницу. Удивительно, как вообще он выжил при падении с такой высоты. Все произошло в 3 часа дня. Это видео с уличной камерой наблюдения. Машины остановились на светофоре. В этот момент на них рухнул строительный кран. Водители, находившиеся в центре события, так и не успели ничего понять. Те же, кто видел, как на них летит груда металла, уже ничего не успели сделать. Я ехал по 9 мая в ту сторону. Решил развернуться здесь по стрелке. Здесь пробка была. Ну, еду, вижу шум, треск такой. Поворачиваю лицо вверх. Смотрю, кран падает. Не знаю, как быть. То ли газу дать, чтобы быстрее проскочить, то ли остановиться. Я уже вижу, что близко. Говорю, что-таки решил остановиться. И удар прям на капот падает. Кран, стрела. И очень страшно. На место происшествия приехали все оперативные службы города. Им пришлось вытаскивать людей из-под завала и вести счет пострадавшим. Произошло обрушение башенного крана на проезжую часть. Пострадало... Было придавлено 9 человек. В настоящее время пострадавших 5. Два в тяжелом состоянии, два в среднем состоянии, один в легком состоянии. До прибытия спасателей все, кто оказался на месте, сами оказывали друг другу помощь. Но мы кинулись смотреть там жертвы. Илая с мужиками, там две женщины вытаскивали из машины. Там мужиков одному вообще ноги, по-моему, оторвало. Не могу. Во многом именно светофор позволил избежать большего количества жертв. Если бы машины ехали, то люди пострадали бы еще и во многочисленных столкновениях. Ни службы спасения, ни чиновники пока не могут озвучить причины происшествия. Я думаю, что о причине говорить рано. Сейчас сюда следуют с прокуратуры представители. И так как все-таки это кран, это область надзора, Ростехнадзора, видимо, расследование будет еще впереди. Поэтому говорить о каких-то причинах я воздержусь. Кто является владельцем этого крана, пока не ясно. Известно только, что застройщик дома – компания «Омега». Были ли к ней претензии у службы строительного надзора или Ростехнадзора – неизвестно. Но очередная проверка стройплощадки должна была пройти в конце апреля. Получить комментарии сегодня ни от строителей, ни от надзорных органов не удалось. Представители этих структур выехали на место ЧП, так же, как и следователи прокуратуры. Официальные комментарии нам обещали предоставить позже. Александр Стешаков, Сергей Камашев, Новости ТВК. И последняя информация от медиков. По предварительным данным в ЧП, на 9 мая пострадали 6 человек. Двое из них – мужчины 33 и 36 лет, среди которых и крановщик в тяжелом состоянии госпитализированной в реанимацию краевой больницы. У одного из них переломаны обе ноги, у другого сложная черепно-мозговая травма. Сейчас врачи борются за их жизнь. Еще четырех женщин увезли в 6-ю городскую больницу. Все они водители автомобилей, которые оказались под краном. Одна из пострадавших от госпитализации отказалась, остальные – под наблюдением. Состояние больных удовлетворительное, компенсированное, не тяжелое. Они были осмотрены, обследованы. Травма у больных не тяжелая, отправлена на амбулаторное лечение все пострадавшие. На месте обрушения крана сейчас продолжают работать следственные органы и сотрудники МЧС. Часть дороги по-прежнему перекрыта. На связи по телефону моя коллега Юлия Ольховская. Как она наблюдает за ситуацией? Юлия, за какое время рассчитывают демонтировать кран? Ольга, больше десятка сотрудников МЧС сейчас работает на месте происшествия. Конструкцию крана буквально распиливают по частям. Машины грузят на эвакуаторы. И сейчас главная задача – это, конечно, как можно быстрее освободить проезжую часть. Скорее всего, это будет сделано за сегодняшний вечер. До полуночи, по крайней мере, рассчитывают. А некоторые автомобили извлечь из-под конструкции удалось довольно быстро. В основном это машины, которые придавило лишь частично. И они к данной минуте уже покинули место ЧП. На стройку по-прежнему никого не пускают. Там сейчас работают следственные органы. Ранее уже было сказано, что в ЧП пострадали 6 человек. Сейчас их родственники находятся здесь на 9 мая. Они разбирают вещи. И, надо сказать, люди просто в растерянности. У многих шок. И родственники, и очевидцы просто не могут осознать и понять, как такое, в принципе, могло произойти в центре города. И неужели трагедию нельзя было предотвратить? А главное, конечно, кто теперь за все это будет отвечать? Впрочем, это вопросы скорее к следственным органам и представителям Ростехнадзора. Их комментарии мы надеемся получить в ближайшее время. Обязательно будем следить за развитием ситуации. А первые предварительные версии ЧП, скорее всего, будут озвучены уже завтра. Ольга. Спасибо, Юля. И мы продолжаем эту тему. Из-за ЧП обстановка на дорогах города серьезно обострилась. Опасный участок автомобилисты пытаются миновать в объезд. За ситуацией следит наш корреспондент Юлия Мавшевич. Ей слово. Ольга, несмотря на то, что час пик уже позади, на дорогах по-прежнему движение затруднено. Участок от планеты до перекрестка на 9 мая, как раз где сейчас лежит кран, частично перекрыт. Там ведутся следственные работы. Светофоры отключены. В первые же часы после ЧП на месте крушения крана были выставлены экипажи ДПС. На всех перекрестках инспекторы вручную регулировали движение автомобилей. Поток машин, в том числе и общественный транспорт, пустили в объезд. Из-за этого во дворах сразу же образовались заторы. Также до сих пор затруднено движение на улице авиаторов. По направлению в сторону шахтеров отцепление уже сняли, машины двигаются спокойно. Тем не менее, напрямую, например, в Северный, через 9 мая сейчас не проехать и лучше не ехать. Также перегружена дорога на партизана-железняка. Там образовалась пробка, начиная с медакадемии до зенита в обоих направлениях. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть внимательны на дорогах и соблюдать скоростной режим. Ольга? Спасибо, Юлия. Это была Юлия Мавшевич. Кстати, это не единственное ЧП на стройках в районе перекрестка улиц 9 мая и Водопьянова. Похоже, именно этот кран горел буквально прошлой осенью. Это видео тогда сняли очевидцы. Черный дым на самом верху подъемника. Подобное здесь уже случалось и пять лет назад. На соседней стройплощадке на Водопьяново кабина башенного крана тогда выгорела полностью. По предварительной причине произошло замыкание. Обошлось без пострадавших. Сегодня же случилось самое серьезное ЧП. Очевидно, как это обычно бывает после подобных происшествий, сейчас все стройки Красноярска будут проверять специалисты. А мы продолжаем следить за развитием событий.